Заместитель председателя шахматно-шашечной федерации Ленинского городского округа, член местного отделения партии «Единая Россия» Александр Болховитин, хоть и в отпуске, не смог отказать организаторам поучаствовать в турнире в качестве судьи. Летом проходит мало турниров, и каждый турнир для нас – это есть возможность потренироваться, привлечь в наши ряды новых шахматистов. Можно сказать, как такие соревнования, как они выставочные, как мастер-классы. Шахматы способны заинтересовать любого. В этом турнире приняли участие как опытные шахматисты, так и начинающие. Заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова призналась – в шахматы никогда раньше не играла. Я играла в шашки в детстве, а в шахматы я все время только была зрителем. Смотрите, очень интересно, как человек думает, как он резко сам на себя реагирует, то ли на свою мысль. Вообще игра, конечно, очень интересная, и, наверное, может быть, я и доросла. В то время как мастер спорта международного класса по шахматам объяснял начинающей шахматистке правила игры, завязалась полезная беседа. В этом году мы впервые за свою, наверное, 40-летие, 50-летнюю историю провели первый женский чемпионат, где участвовали и девушки, и женщины уже, как говорят, кому из-за 60. Это первый чемпионат, он станет у нас традицией? Да. Он запланирован у нас, когда у нас проходил кубок, где-то в феврале месяце. Все шахматные столы турнира, приуроченного к Международному дню шахмат, были заняты. Ребята играли с энтузиазмом. Полина Самбурова считает себя хорошей шахматисткой, но в этот раз у нее оказалась серьезная соперница. Как обычно ваши партии заканчиваются сильными? Если ты бьетесь до конца или готовы там? До конца. Нет, не стою до конца. К концу турнира определились победители. Они получили медали и грамоты. Но это малость по сравнению с настроением, которое подарил турнир каждому в этот день. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.